Волшебный мир красивой музыки. Джаз, рок, рок-н-ролл, классика и даже попса. Без аппаратуры высокого класса, high-end или hi-fi немыслимо. Господа, вас облапошили. Это неправда. В процессе поиска темы для очередного фильма я наткнулся на один видеофильм про аудиотехнику. В нем практически все было грамотно изложено, но потом я почитал комментарий к этому фильму. У меня волосы дыбом встали. Как же все запущено. Там аудиофилы несли такой бред, пребывая в каком-то своем иллюзорном мире эксклюзивной техники и особого звучания. Мне хотелось им в голод крикнуть. Вас надули, вы в жопе. Ой, ладно, извините. Вот так появился этот фильм. Однако в адрес настоящих аудиофилов в конце фильма я скажу несколько по-настоящему добрых и теплых слов. Итак, дамы и господа, с открытым разумом начнем. Само понятие high-end – это чисто маркетинговый продукт. Галлюцинация. В аудиотехнике класса high-end часто применяют нелогичные и технически корявые решения из серии «почесать левое ухо правой рукой». Чистый high-end мы все же рассматривать не будем, потому что это понятие эстетическое, а не техническое. А мы с вами разберемся с дорогой звуковоспроизводящей аппаратурой, которая имеет объективные высокие параметры и технически грамотно сделано. А заодно ответим на вопрос, нужно ли ее иметь, если нужно, то какую. Существует понятие high-fi – high fidelity. Оно означает воспроизведение звука с высокой точностью. Это понятие возникло в 70-е годы прошлого столетия, когда схемотехника для бытовой аппаратуры была не совсем на высоте. Дешевую аппаратуру делали по простым незатейливым схемам, а для дорогой аппаратуры можно было навернуть схемку посложнее. Поэтому дешевая аппаратура звучала хреново, дорогая, более-менее прилично. Параметры аудиотехники класса high-fi были стандартизированы еще в 1974 году. Был такой знаменитый стандарт DIN 45500. А вот в бывшем Советском Союзе звуковоспроизводящая аппаратура делилась на классы – от третьего до высшего. Во времена аналоговой техники было что делить на классы. Была откровенно слабенькая техника и очень хорошая. Вот, например, на кассетном магнитофоне практически невозможно было достичь параметров высшего класса. Принципиально не получалось. Был жуткий компромисс между отношением сигнал-шум, завалом высоких частот и нелинейными искажениями на высоких частотах. Каких только технических решений не придумывали. И компандерные схемы, и долби АБЦ, и металлические пленки, динамическое подмагничивание и многое другое. И все равно тупик. Стоило это все из-за этого дорого. Усилители низкой частоты тоже были как попроще, так и посложнее. Их классность в основном определялась величинами нелинейных искажений и уровнем сигнала-шума. Мощность – тоже важный параметр, но ее получить несложно. Однако при ее увеличении росли и нелинейные искажения. Короче говоря, в то относительно недалекое прошлое выбирать аппаратуру для хорошего звуковоспроизведения было не так уж легко. И тем более конструировать ее самостоятельно. А это, кстати, было довольно популярно. С наступлением цифровой эпохи почти все кардинальным образом поменялось. Обратите внимание на то, что я сказал «почти». Вы скоро поймете почему. Итак. С наступлением цифровой эпохи почти все кардинальным образом поменялось. О цифровом звуке я уже подробно рассказывал в фильме «Цифровой звук» и «Друг мой котельников». На сегодняшний день любой захудалый плеер, какая-нибудь задрипанная звуковая карта компьютера, естественно, мобильный телефон и все остальное имеет параметры, намного превышающие стандарт Hi-Fi. Усилители тоже перестали быть аналоговыми в привычном смысле этого слова. С тех пор, как появились интегральные усилители класса D, о классах мы еще поговорим отдельно, пропала необходимость клепать плохие усилители. Усилители этого класса не совсем цифровые, хотя кое-какие вычисления в них производятся. Они выполнены на ключевых элементах, переключателях, на нелинейность которых можно наплевать. Они в принципе нелинейны. Тут главное скорость переключения. В результате у усилителя получаются малые габариты, большой КПД, из-за чего микросхему усилителя можно почти не охлаждать, и отличная повторяемость, технологичность. Теперь стало просто невыгодно делать одну микросхему для плохого усилителя, а другую для хорошего, когда можно произвести одну дешевую хорошую и ставить ее во все коробки – и дешевые, и дорогие. Все тоже самое происходит и с другими типами аппаратуры. Одни и те же комплектующие вставляют как в дешевую, так и в дорогую аппаратуру. Возникает закономерный вопрос. А почему это, собственно, в магазинах продают усилители, ресиверы и прочие блестящие коробочки за такие баснословные деньги, когда у них на выходе параметры такие же, как у мобильного телефона? Вообще, по большому счету нас тупо разводят на бабло. Как всегда, собственно. Правда в дорогую технику встраивают всевозможные сервисы – коммутаторы, оптические входы, блютусы, вай-фай и прочую мутату. Вся эта электроника клепается миллионами штук. Она дешево в производстве, очень технологична и не требует настройки. Собрал – работает в продажу, не работает – на помойку. Красивый профессиональный корпус – это приманка для обывателя. Вот почему сегодня насладиться хорошей музыкой или звуками имеет возможность почти любой человек. Для этого не нужно приобретать супердорогущий усилитель. А аудиофилы курят нарзан в своем мире и думают, что у них самая крутая аппаратура, там самые неискаженные форматы файлов, все самое-самое-самое. Это не так. Вас сделали маркетологи. Теперь ваш статус не позволяет покупать ничего, кроме… Что у нас там крутое? Банк от Олафсона. Блин, это же реклама. Хотя нет, какая там реклама. Типичная статусная хрень. Можете, конечно, купить, если лишних денег вагон. Теперь о слове «почти», о котором я говорил в контексте, что все поменялось в эпоху цифровой техники. Вот уже более ста лет не меняется принцип преобразования электрического сигнала в звук. И наоборот. Это громкоговорители, наушники и микрофоны. Механика-механика. Практически единственное оставшееся аналоговое звено в звуковоспроизведении. И оно – камень преткновения. Из всего комплекса аудиоаппаратуры громкоговорители, даже самые дорогие, вносят самые большие нелинейные искажения, особенно на низких частотах, самую большую неравномерность частотные характеристики и прочие неприятности. Колонки и наушники при покупке нужно прослушивать и выбирать себе то, что звучит на ваш вкус хорошо. Выбор колонок – это субъективный процесс. Однако на их звучание будет влиять также и акустические свойства комнаты, где они будут установлены. Подробнее о колонках я рассказывал в фильме «Звучащий пленник». Проще всего и дешевле выбирать себе хорошие наушники. С одной стороны, в них несколько искажается стереофоническая пространственная информация о звуке, но это в тысячу раз лучше, чем слушать какие-нибудь пластмассовые ведерные малипусенькие колоночки или звук из встроенного в мобилу или лэптоп-динамика. А с другой стороны, вы не поймете, нарушилась ли это пространственная информация. Мало ли, что там задумал автор фонограммы. Только одному богу это известно. Еще наушники гораздо меньше искажают звук, потому что в них амплитуда колебаний мембраны намного меньше, чем в колонках. Сейчас в магазинах практикуют продавать товары в запечатанной упаковке, в том числе и наушники. Даже солидные фирмы это делают. Я лично не рекомендовал брать такие наушники. Это кот в мешке. К сожалению, даже солидные фирмы иногда выпускают откровенное барахло. Как я уже говорил, сегодня параметр практически всей аудиоаппаратуры намного превосходит Hi-Fi стандарт. Но кое на что нужно обратить внимание. Для усилителей обратите внимание на максимальную мощность. Про китайскую мощность мы вообще не говорим. Это откровенный обман. Максимальная выходная мощность – это мощность, при которой нелинейные искажения достигают 10%. А это превращает наш звук в элегантные шорты. На максимальной мощности музыку слушать невозможно. Это уже не музыка. В большинстве случаев получается, что максимальная мощность, при которой нелинейные искажения не остаются незаметными, равна примерно 70% от максимальной паспортной. Это нужно учитывать. Для комнаты в 40 квадратных метров, вернее нужно говорить об объеме, то есть это будет 100 кубометров, достаточно максимальной мощности усилителя где-то 20-50 Вт. Правда, если вы собираетесь глушить соседей, тогда нужно побольше. На максимум громкости включать усилитель, естественно, не следует. Нормально слушать музыку можно при громкости, когда среднее значение мощности примерно в 10 раз меньше максимальной. Запас нам нужен для пиковых музыкальных звуков. Мощность в 10 раз меньше – это означает, что у вас есть запас на пике всего 10 дБ. На самом деле это очень немного, но за дополнительные ватты в магазине с вас вздерут непропорционально дорого. Кстати, разницу в мощности 20 и 40 Вт вы не различите. Это всего 3 дБ. А вот 20 и 200 – наш лук различит. Это 10 дБ. Если хотите погромче, то увеличивать мощность нужно не в 2 раза, а минимум в 10 раз. Так что если вы вдруг с коллегами начнете мериться мощностями, учтите это. Еще один достаточно важный момент. Подключайте колонки к усилителю проводом с большим сечением. Есть специальные провода для колонок, но можно использовать любые толстые с диаметром жилы около 1,5-2 мм. В общем, чем длиннее у вас провод, тем он должен быть толще. Иными словами, суммарное сопротивление обеих жил провода не должно превышать 0,2 Ом. То есть последовательности соединить две жилы 0,2 Ом. Это сильно влияет на импульсные характеристики акустической системы. Услышать это можно, например, на звуке больших барабанов, и звук становится раскатистым. С остальными параметрами можно не заморачиваться. Потому что если вы на слух не слышите никаких дефектов звука, то это значит, что с параметрами все в порядке. Дефекты или есть, или их нет. У нас сегодня такие технологии. Теперь об усилителях для наушников. С ними вообще все просто. Если для них в вашем устройстве есть специальный выход, то вообще не о чем думать. Подключайте и наслаждайтесь. Вам не нужен дополнительный улучшитель или окрашиватель звука. Если вам его предлагают купить, то это развод. А если нет специального гнезда для наушников, то тут уже можно подумать об отдельном усилителе для наушников или о подключении их через делитель к основному выходу усилителя. Но сегодня такая ситуация – это большая редкость. В общем, что у нас получается. Простой обыватель с мобильным телефоном и хорошими наушниками имеет звук точно такого же качества, как и супер крутой аудиофил с навороченной аппаратурой. Если вы хотите слушать музыку в хорошем качестве не через наушники, то как минимум нужно позаботиться о приобретении хороших колонок. Затрудняетесь с выбором? Тогда берите большие. Для пассивных колонок нужен усилитель. Практически любой. Будьте осторожны с выбором компьютерных колонок. Они редко бывают хорошего качества. И никогда не берите барахло в отверстие этого. Это не для музыки. Это для склеивания самок. Источником качественного звука может служить также самый обычный компьютер, даже с дешевой звуковой картой. Не слушайте тех, кто говорит, что для этого нужен хороший ЦАП или крутая звуковая карта. Это неправда. Обычная простая ничуть не хуже. К сведению, не пытайтесь переубедить аудиофила в том, что его аппаратура по качеству звука точно такая же, как и ваша дешевая. Это бесполезно, потому что у них есть вера, и они заплатили громадные деньги. Я обещал сказать хорошие слова в адрес аудиофила. Вот они. Аудиофилы – это хорошие люди, нужные. Это их увлечение, страсть, образ жизни. Благодаря им развивается отрасль. Они вносят существенный вклад в экономику, потому что покупают дорогую технику. Есть аудиофилы, которые собирают старую технику, восстанавливают ее и возражают дух патефонного и лампового звучания. Они все энтузиасты. Пусть некоторые из них чудаковаты, но они молодцы. Уважайте аудиофилов. Их убежденность и даже безрассудство – это двигатель прогресса и творчества. Если вы хотите стать аудиофилом, замечательно. Но только становитесь умным аудиофилом. Вот для этого мы тут и собрались. Я тоже аудиофил, но своеобразно логичный. И в следующий раз я вам расскажу о секрете лампового звука. Это что-то. Я очень люблю лампы. Я на них вырос. Нет, я их не ем. В общем, следите за каналом, а для этого проще подписаться. Лайкайте и делитесь этим видео. Пока. Стоп-стоп-стоп. Я забыл сказать. Во всю фонограмму этого видеофильма я специально внес однопроцентные нелинейные искажения. Заметили? Ничего мы не заметили. А теперь пока.